Сегодня поговорим об идее Кудрина провести новую приватизацию в России. Вот он предложил снизить долю государства в экономике, так как государственные корпорации по его мнению неэффективны. Они не гибкие, в них входят чиновники и, в общем-то, надо признать, по мнению Кудрина, что ничего прорывного, меняющего вектор движения, новые цели государственные корпорации, видимо, сделать не могут. Это довольно старая аргументация, восходящая еще к началу 2000-х годов, а скорее даже к 90-м годам, когда провозглашался так называемый эффективный частный собственник. В реальности частный собственник, наверное, действительно более эффективный. И предпринимательские компании более гибкие, лучше приспосабливаются к изменениям в окружающей среде, что я показал в недавней кризис коронавируса. Но в нашем случае речь идет вовсе не о предпринимательских компаниях, а о корпорациях. А что такое корпорация? Ну, корпорация это акционерное общество, которым владеют множество-множество акционеров. И все наше большинство российских корпораций с госучастием, это акционерное общество, ну, это и Газпром, и Сбербанк, и много других, в том числе Россети, например. Российские железные дороги не представлены на рынке, хотя тоже являются публичным акционерным обществом. Так вот, все корпорации, будь то частные, будь то государственные, они являются по сути бюрократическими. Для них характерна так называемая агентская проблема. То есть проблема, когда собственник, в нашем случае акционер, он отделен от процесса управления. И управляет корпорацией менеджмент агенты заказчика, то есть агенты наших акционеров. Ну, и здесь, как правило, возникает определенный конфликт интересов, так как у менеджера, например, он заинтересован в том, чтобы продвигаться по службе, чтобы получать высокую зарплату. А акционеры, в общем-то, имеют другие интересы, например, высокие дивидендные выплаты, рост стоимости акций. И напрямую, смотрите, напрямую в интересы менеджера это не входит. Скорее, он в большей степени заинтересован сохранять свою власть. Поэтому продажа государственных долей в корпорациях ничего принципиально не изменит в них. Они как были бюрократическими структурами, так ими останутся. Будет при этом какой-то ярко выраженный государственный собственник или нет, но это вопрос уже второй. На самом деле, в интересах государства, по-моему, сейчас не снижать долю государства в экономике, а наоборот ее увеличивать. Вот недавно был случай с налогообложением страилитейных компаний. Ну да, они получили принесенные ветром доходы, и государство ввело дополнительную экспортную поршину для того, чтобы как-то компенсировать себе эту сверхприбыль, которую металлурги получают. Ну, допустим, такой подход можно приветствовать. Однако, почему бы государству не войти в капитал этих акционерных обществ? Тем более, у нее находятся огромные деньги в фонде национального благосостояния. Поэтому мое предложение, в отличие от предложения Кудрина, будет следующим. Во-первых, перевести все государственные, ну скажем так, акции в фонд национального благосостояния. Пускай они управляются там, как, ну, управляются денежным фондом, ПИФом, хедж-фондом, но уже с государственной точки зрения. И наполнять, наполнять этот фонд акциями крупнейших российских, а может быть и не только российские корпорации, может быть стоит войти в китайские фирмы какие-нибудь, или фирмы ближнего зарубежья. Если возможно, то фирмы Японии, возможно фирмы Европы, ну, США, я думаю, что вряд ли. И тем самым накапливать деньги в этом фонде и использовать их, ну, по какому-нибудь, например, целевому назначению. Вот хорошая была идея экономиста из финансового университета, которому и я теперь принадлежу. Якова Миркина, который предложил дивиденды Сбербанка отдавать на выплаты пенсионерам, но мне непонятно, почему бы все дивиденды от государственных долей не направить на выплаты нашим пенсионерам. Еще один аргумент против того, чтобы продавать государственные акции сейчас, состоит в том, что российский фондовый рынок в целом недооценен. Продать выше рынка вы не сможете, скорее только ниже рынка. Поэтому сейчас продавать в любом случае невыгодно. Поэтому аргументов против приватизации, по моему мнению, значительно больше, чем за. Можем с вами это обсудить.